Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В семьях здоровый дух. В промышленном районе Самары прошел отборочный этап соревнований «Мама, папа, я. Спортивная семья». Детство, которое навсегда украла война. В преддверии 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в 81-й Самарской школе прошел открытый урок для учеников младших классов. Участие в нем приняла глава Самары Елена Лапушкина. Какой ребята видят нашу страну и что говорят о великой победе в репортаже Ольги Павловой. «Красно-пионерский галстук образца 1960 года. Три конца галстука символизируют связь трех поколений. Это пионеры, комсомольцы и коммунисты». Старательно выговаривая каждую букву, готовясь к открытому уроку, третьеклассник Глеб Новоточина изучил фактически всю историю России. И хотя его родители даже не успели побыть октябрятами, кажется, он знает все о детстве, которое навсегда украла война. «Ведь если ты помнишь о предках своих, у тебя сразу зарождается патриотизм. Ты никогда не забываешь, что твоя родина совершила великие поступки. А еще больше то, что это были твои ближайшие родственники». Открытый урок в преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне для учеников младших классов проводит член Президиума ветеранов войны Галина Шахова. У нее своя уникальная история, детали которой невозможно слушать без кома в горле. Найды фотографии Галине Александровне два с половиной года. И пока это еще счастливый ребенок и счастливый день в кругу семьи. Маленькую Галю за два дня до начала войны отец взял на руки в последний раз. «И в первый год войны он погиб, защищая Москву по-голоколамскому. Мы остались с мамой. Мама работала медсестрой с утра до позднего вечера. Мы жили в деревянном доме, где было еще восемь семей. И за мной, конечно, присматривали по очереди соседи». Истории войны, о которых невозможно молчать, внимательно слушают дети 21 века. Им совсем немного лет, но практически каждый из них знает такие же удивительные, порой страшные, а иногда и светлые истории. Истории прадедов, которые вернулись с победой, и тех, чьи имена навечно останутся в памяти у миллионов россиян. «Никогда не хватит слов благодарности, признательности тем людям, которые все это выставили. Тем нашим защитникам, которые остались на поле боя. Тем нашим защитникам, которые, к счастью, вернулись домой и смогли нам с вами, детям, внукам и правнукам, рассказывать, что такое война. Наша с вами общая задача, чтобы мы никогда не забывали, чтобы мы всегда это свято берегли». За патриотическое воспитание учеников руководство 81-й Самарской школы поблагодарили председатель Думы городского округа Самары Алексей Дегтев и депутат губернской думы Светлана Ильина. Остается совсем немного дней до того момента, когда эти дети вместе с родителями выйдут на площадь Куйбышева 9 мая и в бессмертном полку пронесут фотографии своих уже ушедших родственников и тех, кого забрали тяжелые 40-е годы 20-го столетия. Урок завершился минутой молчания в напоминании о том, что никто не забыт. Ольга Павлова, Константин Головин. События. В Самаре дорожное полотно на улице Советской Армии на участке от Новосадовой до Пятой Просеки преображается. Важно отметить, что работы на этом объекте предусмотрены в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подрядная организация в ночь на 27 апреля продолжила ремонт большими картами. На отфрезерованное ранее полотно дорожные службы укладывают высокопрочное асфальтобетонное покрытие, установив перед этим люки смотровых и дождеприемных колодцев в проектную отметку. Также в планах отремонтировать остановочный карман, чтобы автомобили и автобусы не мешали друг другу. Проведенные работы позволят сделать комфортнее объезд для строящейся транспортной развязки на Новосадовой. Напомним, дорожный сезон в Самаре стартовал в начале апреля. В этом году на средства нацпроекта приведутся порядок 30 участков уличной дорожной сети во всех районах города. При этом все этапы проведения работ контролируют не только МБУ «Дорожное хозяйство», но и неравнодушные горожане. Свою леп носят и общественники, которые также неравнодушны к тому, как ведутся работы, приходят с предложениями, высказывают пожелания, которые мы стараемся учитывать в рамках имеющихся мероприятий по ремонту того или иного объекта. В Самарской области проводится второй форум «Сильные идеи для нового времени». Любой желающий может представить свою идею, направленную на развитие России, получить профессиональную оценку и найти поддержку. Какой проект представили от Самарского региона, расскажем в нашем сюжете. Каждый россиянин может предложить идею для развития страны, получить профессиональную оценку инициативы и возможности для ее реализации через партнерскую сеть агентства стратегических инициатив. Такова цель форума «Сильные идеи для нового времени», который стартовал в стране во второй раз. Участники форума смогут проработать идею и получить обратную связь от экспертного сообщества, подготовить проекты на базе своих идей, найти единомышленников, сформировать команду проекта. В Самарской области в числе регионов-лидеров по активности на форум поданы более 1200 идей, представленный проект «Примирение обидка», направленный на профилактику травли. Его цель – рассказать как можно большему числу людей о проблеме буллинга, научить их распознавать случаи травли и разработать алгоритмы поведения в такой ситуации. Мы работаем в рамках восстановительного подхода, то есть у нас нет задачи кого-то наказать, кого-то обозначить виновным. У нас есть задача всех максимально восстановить, помочь. Акцент в этом форуме сделан именно на обучении студентов даже, а не на преподавателей. Они словно агенты будут попадать в учебные заведения и работать над профилактикой, предотвращением этой ситуации, конфликтов, каких-то недоразумений изнутри. Это здорово и замечательно. Студенты говорят, информация, звучащая на форуме, полезна и точно найдет применение в жизни. Насчет буллинга у нас проводятся отдельные лекции, которые, кстати, очень интересные. Ну и побольше узнаешь о таком месте, как службу примирения. Прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» продлен до 20 мая. Предложить идею можно на платформе ideasroscongress.org. На краудплатформе также можно подключиться к обсуждению уже размещенных идей, тематических направлений 7, социальная, технологическая, экологическая, кадровая инициатива, а также предпринимательство, развитие регионов, открытый разговор. Финальной точкой станет точный двухдневный форум. Он пройдет этим летом. Там будут представлены 100 лучших идей и проектов, лучшие 10 оценит руководство страны. Виктория Шарая, События. Как повысить конкурентоспособность Самары? Десятки предложений и экономических точек роста. Прошла стратегическая сессия «Устойчивое развитие экономики городского округа». Продолжит тему Ольга Волкова. Импортозамещение, развитие промышленности, туризма, креативной индустрии и еще десятки точек роста. В Самарском университете прошла стратегическая сессия «Устойчивое развитие экономики городского округа Самара». Эксперты, лидеры мнений, ученые, представители финансовых организаций в диалоге с городскими властями обсудили повышение конкурентноспособности областной столицы. Например, мы предлагаем вспомнить, что в годы Великой Отечественной войны Самара была запасной столицей. И, опираясь на могучий технологический потенциал нашего города, мы предлагаем развернуть федеральную целевую программу «Самара – технологическая запасная столица импортозамещения». Эксперты отмечают, что ресурсов у города достаточно. К тому же успешный опыт реализации инновационных идей в Самаре есть. Стратегия – это не просто план развития, а это план, который согласован с общественностью, с бизнесом, с предпринимателями. Здесь диалог обязателен. Сейчас у нас идет активная работа с агентством стратегических инициатив, где город Самара и жители города, и участники подали 108 идей. Все предложенные на стратегической сессии инициативы пройдут общественные обсуждения, получат оценку эффективности и, в случае положительного заключения, будут реализованы. Ольга Волкова, Григорий Плешаков, События. В Самарском областном художественном музее отметили юбилей – 125 лет со дня основания коллекции. В торжественной обстановке сотрудникам музея вручили награды от главы города, областного министерства культуры и городской думы. Подробности в нашем сюжете. Уникальной коллекции Самарского областного художественного музея исполнилось 125 лет. Поздравить сотрудников с юбилеем собралось музейное сообщество со всей страны. Глава города Елена Лапушкина призналась в искренней любви к музею и отметила, что это место дарит ей спокойствие, умиротворение и радость. Я искренне рада, что в Самаре есть такие замечательные места, где творчество живет каждый день, каждую секунду, каждую минуту. Я вас искренне поздравляю, я желаю вам развития, и чтобы у вас с каждым годом посетители все только пребывало и пребывало, чтобы в ваших музеях были новые интересные коллекции, чтобы у вас всегда хватало на это и времени, и сил, и мудрости, и желания. Благодарственными письмами за вклад в развитие культуры, добросовестный труд и плодотворную деятельность глава города отметила сотрудников музея, а директору Алле Шахматовой вручила нагрудный знак и почетную грамоту. У нас прекрасная коллекция русского искусства, только потому что такие идеалисты, как тот самый мальчишка, которому было всего 25 лет, Константин Павлович Головкин задумал создать художественный музей. И сегодня в этот художественный музей приехали гости со всей страны, со всей нашей великой и необъятной Родины. Я вас поздравляю, это действительно событие, которое навеки войдет в историю Самарской губернии. Основатель коллекции, самарский купец Константин Павлович Головкин от имени городского главы Петра Арапова разослал более 270 письма известным русским художникам с просьбой прислать в Дармузею свои произведения. После этого в город поступили работы Михаила Нестерова, Владимира Михайлова, Константина Юона и других русских мастеров. Сейчас в музее собраны произведения как русского, так и зарубежного искусства. Коллекция насчитывает более 35 тысяч экспонатов. Молодой, совершенный парень, Константин Павлович Головкин, побудился на такое великое дело. А что этому предшествовало? Этому предшествовала, конечно, большая работа Городской думы. Именно Петр Владимирович Алабин, став здесь главой Городской думы, как раз вышел с инициативой создания публичной библиотеки и публичного музея. Председатель Городской думы Алексей Дегтев также вручил благодарственные письма сотрудникам. Наградами отметила работников музея и областной министр культуры Татьяна Мордуляш. Это уникальный музей, уникальное собрание, которое находится в замечательном месте в самом центре Самары, в ее сердце. Конечно, музей – это не только собрание, это еще очень живой и очень кипучий организм. Здесь все время происходят выставки, занятия, экскурсии. Летом дворик музея становится настоящим местом силы для всей художественной Самары. Здесь происходят концерты. Сейчас в Самарском областном художественном музее представлена выставка «Окольцованные Самарской лукой», которая объединила работы самарских пейзажистов. Увидеть экспозицию можно до конца мая. Светлана Кудрявцева, Максим Магометов, Николай Епифанов. События. Болото Вологодской области, заводи под Самарой, суровые северные фьорды и тепло южных полей. В Доме журналиста открылась выставка самарского фотографа Владимира Привалова «От мусорки до Норвегии». В экспозиции 35 художественных работ, главным и единственным персонажем которых является природа. С подробностями Светлана Кудрявцева. Фотопутешественник и философ, созерцатель и гуру фотографий Владимир Привалов представил самарскому зрителю свою новую фотовыставку «От мусорки до Норвегии». Это 35 художественных работ, главным и единственным персонажем которых является природа, любовь к которой появилась еще в детстве. Я до примерно 13 лет жил, воспитывался в деревне. То есть для меня природа – это была родная стихия. То есть круглый год – это деревня, лес, луга. И, по-видимому, вот это вот запало. И далее я не мог оторваться от этой среды. Своё детство, военные годы Владимир Дмитриевич провёл в селе Мусорка Самарской области. Но покорили фотохудожника не только родные места, а красота разных стран. Домашний фотоархив Привалова насчитывает более 50 тысяч напечатанных снимков. Друзья и поклонники творчества называют его певцом с севера. Однако в экспозиции есть и южные фотоработы из Грузии, Крыма, Италии. Юг, он вообще агрессивный. Там среда благоприятная для жизни. Там тепло, хорошо, там всё растёт, там чай растёт. Но среда агрессивная и населённая, густонаселённая. А север, он чистый, он очень красивый. Первозданность природы именно там. Владимир Привалов все фотографии природы делает во время путешествий. Причём в поездке, несмотря на почтенный возраст, фотохудожнику исполнилось 80, он отправляется с палаткой, чтобы целый месяц провести наедине с природой, увидеть и почувствовать подлинную жизнь, а потом передать это в своих работах. Именно поэтому в фотопейзажах Привалова нет человека. Есть такое расхожее выражение, что проблема узкого специалиста и проблема широкого специалиста. Чем уже специалист, тем он глубже копает внутрь. Чем шире специалист, он больше берёт областей, но, соответственно, всё это на поверхности. Поэтому Привалова он выбрал стезюд пейзажной фотографии. В пейзаже практически нет людей. Природа, она первозданна, как она есть, когда создана тысячелетиями, веками эта природа. Она сама по себе – это красота. По профессии Владимир Привалов – инженер-электрик. Все свои фотокартины оформляет самостоятельно, вплоть до рамок и стекла. Увидеть выставку можно в Самарском доме журналиста. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев, События. За сутки в Самарской области зафиксировали ещё 140 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 381 399. Такие данные в среду 27 апреля опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 232 человека. Всего с начала пандемии из больниц выписали 371 614 человек. Далее коротко о других событиях дня. Губернатор Дмитрий Азаров потребовал усилить контроль за организацией ярмарок. Торговые места необходимо предоставлять в первую очередь местным сельхозпроизводителям. Об этом глава региона говорил на заседании штаба по повышению устойчивости экономики Самарской области. Он подчеркнул, что власти создают ярмарки, чтобы люди могли приобрести товары без посредников напрямую от производителей по оптимальным ценам. Из-за трагедии, случившейся в соседней Ульяновской области, где мужчина убил двух детей и нянечку в детском саду, в 63-м регионе проверят все социальные учреждения. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Выполнить эту задачу предстоит главам муниципалитетов, руководителям социальных, детских и образовательных учреждений. Проверять будут защищенность учреждений и территории, работоспособности систем оповещения, видеонаблюдения и контроля потоков, наличие ответственного подготовленного персонала на объектах. В Самаре водитель «девятки» врезался в стоящий погрузчик. По предварительной информации, он двигался по южному шоссе в сторону улицы промышленности и отвлекся за рулем, что привело к аварии. В результате водитель получил многочисленные травмы. Помощь ему оказали медики-скорые, которые в этот момент везли пациента в больницу и ехали мимо. У водителя выявили травму головы и, возможно, перелом челюсти. Его отвезли в больницу Пирогова. В Самарской области снизили скорость движения по трассе М5. Под ограничение попал один участок – 960-й километр. Теперь двигаться по автодороге можно со скоростью не более 40 километров в час. В час пик могут наблюдаться заторы в районе железнодорожного переезда у села Александровка. Ограничения связаны со строительством путепровода у Жигулевска. Ситуация улучшится, как только объект введут в эксплуатацию. Он разведет потоки автомобильного и ЖД-движения по разным уровням. С 1 мая изменится расписание электричек на участке Самара-Курумыч и Жигулевское море, предупреждает Самарская пригородная пассажирская компания. Назначаются электрички Самара-Курумыч по выходным дням. Отправление в 12.27, прибытие в 13.55. Курумыч-Самара ежедневно. Отправление в 19.57, прибытие в 21.23. Электричка Самара-Курумыч будет ходить по рабочим дням. Отправление в 12.55, прибытие в 14.21. По средам, пятницам, субботам и воскресеньям электричка будет отправляться из Самары в 7.07 и прибывать в Курумыч в 8.35. Электричка Самара-Курумыч по рабочим дням будет отправляться из Самары в 17.15 и прибывать в Курумыч в 18.41. Про эти семьи точно можно сказать. В здоровом теле здоровый дух. В промышленном районе Самары прошел отборочный этап соревнований. Мама, папа, я – спортивная семья. За выход в городской этап соревнований поборолись 8 команд. Следил за конкурсантами наш корреспондент Михаил Ермоленко. С малых лет дети в семье Зайдулиных не чужды спорту. Все благодаря папе Руслану, учителю физкультуры с многолетним стажем. В этом году сын Рим пошел в первый класс. И чтобы привить любовь к спорту и разнообразить досуг, семья решила принять участие в соревнованиях «Мама, папа, я – спортивная семья». Многие очень семьи тут разминаются, я смотрю, принимают активное участие. Чем сможем физически. И постараемся, конечно, завоевывать первое место, завоевать, как говорится, первое место, а как получится дальше. Просто мы самые младшие, я так понимаю, здесь еще есть постарше. Ну, будем все вместе с ним участвовать. Есть группа, чтобы вышить в призовые места. Спортивные семейные соревнования в Самаре давно стали традиционными. Они проходят на территории всех девяти районов города. В отборочном этапе, который прошел в промышленном районе, за звание самой спортивной семьи и за возможность участвовать в городском этапе стартов «Мама, папа, я – спортивная семья» боролись восемь семей с детьми в возрасте от семи до двенадцати лет. Организаторы рассказали, что ежегодно добавляют новые конкурсы, чтобы разнообразить соревнования, и у конкурсантов не было возможности подготовиться к ним заранее. Из традиционных вижу, что здесь будут лыжи, конкретно самуисты будут, и вот чертово колесо, я его так называю. Вот это три вида, которые, а что еще нового ребята приготовили, они тоже до конца держат стеклей. Потому что каждый год они обновляют свои эстафеты. В будущем победители городских соревнований поборются за призы регионального этапа. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События. Путь к большим победам начинается с локальных успехов. Юные гимнасты сражались за медали городского первенства. Соревновались под пристальным судейством новой чемпионки России по спортивной гимнастике Анастасии Артамоновой, которая оказалась сильнее олимпийских золотых медалисток. Подробнее в нашем сюжете. Гимнастка Анастасия Артамонова на этих городских соревнованиях выступает не в качестве участника, а в роли арбитра. Выйти на помост самой помешала травма локтя, которую необходимо долечить. Да и совсем недавно она победила на турнире другого уровня. В составе сборной ПФО спортсменка стала чемпионкой России в многоборье. Лишь немного команда опередила по оценкам соперниц из Москвы, где выступала олимпийская чемпионка Токио Виктория Листунова. Волнительно было насчет Москвы. Мы знали, что мы уже в тройке будем. Было волнительно очень в Москве. Там сотые, тысячные мы выиграли. Было прям волнительно очень. Только на педестале мы поняли, что мы первые. Вот. И мы очень были рады этому. Чтобы повторить путь Анастасии, юные гимнасты сражались на городском турнире. В борьбу вступили 125 юношей и девушек. Соревновались в трех возрастных группах. От ребят 5-6 лет до тех, кто уже метят в мастера спорта. По итогам этого старта определялся состав участников областных соревнований. У нас уровень всегда высокий городских и тем более областных. У нас всегда есть на областных соревнованиях конкуренция. Но прежде чем на область выставить, каждая школа проводит отбор внутри школы. Это как раз городские соревнования. Мы выявляем сильнейших гимнастов. Потом выставляем 18 человек от каждой школы на первенство области. Пока эти юные спортсмены поднимаются на городской пьедестал почета. Но все они настроены покорить и всероссийские соревнования. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». Обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В городском департаменте транспорта напоминают, что в этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в оффлайн-режиме. В День Победы 9 мая все желающие смогут пронести фотографию своего родственника, участника Великой Отечественной войны. Шествие пройдет по улице Молодогвардейской, через площадь Куйбышева до улицы Маяковского. Начало движения в 11 часов. Самарцы могут бесплатно распечатать фотографию родственника в районных администрациях, в Центральной городской детской библиотеке, в библиотеке имени Крупской и в МФЦ. В телеграм-канале администрации города напоминают, что сейчас идет голосование за преображение общественных пространств. Оно продлится до 30 мая. Каждый самарец может выбрать общественную территорию, которую, по его мнению, необходимо благоустроить в 2023 году. Оставить свой голос можно на сайте 63.городсреда.ру, авторизировавшись через платформу обратной связи госуслуги.решаемвместе. Глава Ленинского района Елена Бондаренко сообщает, что в Самаре стартовала международная акция «Георгиевская ленточка». В честь Дня Победы добровольцы раздают ленты, рассказывают историю и правила закрепления символа на одежде с левой стороны ближе к сердцу, в знак уважения и сопричастности к историческим событиям России. Акция проходит по всей стране и продлится до 9 мая. Городской департамент образования напоминает, что еще можно успеть принять участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена». До 28 апреля школьники могут подать заявку на вокально-танцевальный конкурс «Российская школьная весна». Два направления – танцевальное и вокальное – возраст от 14 до 18 лет. До 5 мая принимаются заявки на форум «Точка юниор», который пройдет с 15 по 18 июня в рамках Петербуржского международного экономического форума 2022. Для участия необходимо предложить идею или инициативу в технологической или экономической сфере. Возраст участников от 14 до 17 лет. А на этом наш выпуск завершен. Продолжайте читать наши новости на официальном сайте Самара ГИС, на страничках в Одноклассниках и во Вконтакте. А в выпуске новостей смотрите на платформе Рутюб. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова